РАДИО ВЕРА ПРЕДСТАВЛЯЕТ СВЕТЛЫЙ ВЕЧЕР НА РАДИО ВЕРА Дорогие слушатели Радио Вера, здравствуйте. Меня зовут Алексей Пичугин. Здесь моя коллега Лиза Горская в этой студии. Здравствуйте, добрый вечер. И мы с удовольствием представляем наших сегодняшних гостей. Это протери Александр Ильишенко, настоятель храма Всемилостивого Спаса. На территории бывшего Скорбящинского монастыря в Москве этот храм находится. И отец Александр, председатель правления портала «Православие и мир». Здравствуйте. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Также в этой студии Ирина Машкова, доцент факультета психологии Российского православного университета, руководитель психологической службы «Семейное благо», кандидат наук. Здравствуйте. Здравствуйте. И сегодня говорим про воспитание детей в разных, совершенно разных аспектах. Поводом для нашего сегодняшнего разговора стало то, что мы вспоминаем Феодосия Печерского, его, ну так скажем, детскую историю. Будучи совсем молодым человеком, Феодосий захотел уйти в монастырь. Тогда, собственно говоря, еще монастырей-то было немного в нашей стране. Они были? Ну, он считается одним из основателей русского монашества, да, но он искал уединенного образа жизни. Что было сначала, да? Феодосий захотел монастырь, да? Ну, извини. Нет, ну, конечно, он... Антоний и Феодосий, Антоний и создал Киево-Печерский монастырь, так что монастырь же был. Монастырь был, но, по крайней мере, место, куда он мог уйти и искать это уединение, было. Но он знал, в общем, знал о монастырях, знал о монашеской жизни, как нам сохранило эту историю предания. Он слушал рассказы неких странников о святых местах в Палестине. Даже один раз ушел с ними из дома, пытался бежать в Иерусалим, но мама его, мама каждый раз находила. Ну, в общем, это очень интересная история. Я думаю, что, может быть, мы отца Александра попросим вкратце рассказать ее, чтобы я так вот не занимал эфирное время. Надо понимать, что Феодосий был одним из первых монахов на Святой Руси, которая тогда еще совсем недалеко ушла от язычества. Какое это время? Это X век. Нет, XI, простите. XI век. Только крещение приняли? Только-только приняли крещение, и вот христианство стало распространяться по еще языческой стране. Причем надо понимать, что... Языческой страной останется еще не одно столетие. И вообще трудно изжить какие-то народные традиции. Например, масленица, которую мы празднуем перед Великим Постом. Это языческий какой-то языческий праздник, языческая традиция, которую церковь приняла для того, чтобы не отталкивать народ от православия. Она его приняла, переосмыслила и допустила. Поэтому, хотя это языческий праздник, но он как бы вошел в православный календарь. И вот надо иметь в виду, что христианство давало только-только самые первые ростки, делало только самые первые шаги в нашей стране. И вот реакция его матери негативная. С одной стороны, я думаю, она вовсе не только языческая. Я думаю, мало какая мать хочет потерять своего сына. Из-за того, что он уйдет в монастырь. Даже сейчас многие родители очень боятся прихода своих детей в церковь, потому что они с трепетом думают о том, что он может пойти в монастырь. Так ведь мало того, очень многим людям, которые приходят, только-только делают первые шаги в храме, когда вся новая христианская жизнь их обступает со всех сторон, им хочется, это одно из первых желаний многих молодых неофитски настроенных людей, уйти в монастырь. Может быть, такое желание у кого-то и есть, но я бы сказал, что оно преждевременное, и оно должно быть как бы следствием жизни, которую человек ведет в церкви, когда он понимает, что он может принять на себя такой тяжелый подвиг, как подвиг монашества. Ну вот, завершая эту историю с преподобным Феодосием, он несколько раз уходил в монастырь, в итоге все-таки ушел, мама его вновь нашла, и он уговорил ее как бы смириться, согласиться, принять вот этот его путь, и впоследствии сама она постриглась тоже в монашество, стал монахиней в женском монастыре. Но это такая затравка нашей сегодняшней беседы. Поговорим, я еще раз напомню, о воспитании детей. И в связи вот с этой историей Феодосия Печерского первый вопрос. Как вы считаете, а насколько вообще родители должны определять путь молодого человека не только в православии, в церкви, в принятии каких-то вот таких судьбоносных решений, но вообще определять его дальнейший путь развития, вот начиная с какого возраста ребенок сам может уже задумываться о том, что ему в жизни надо? Я тоже хочу подключиться к разговору, хочу заметить, что на самом деле есть два вопроса, которые каждый ребенок обращает к своим родителям. Первый вопрос – ты меня любишь? А второй вопрос – могу ли я делать все, что я хочу? И вот как показывают мнения разных исследователей, которые занимаются педагогикой, психологией, воспитанием детей, есть такое мнение, что на первый вопрос надо отвечать безусловно да, да, потому что безусловная любовь к ребенку, она, собственно, создает самые благоприятные условия для его развития, психического развития и личностного его развития, роста, и его самоопределения последующего. Но второй вопрос – могу ли я делать все, что я хочу? На этот вопрос приходится родителям отвечать иногда нет. Или, скажем, более аккуратно, собственно, на родителей возлагается такая обязанность, чтобы они заложили те разумные ограничения в реализации богом данной свободы ребенку, потому что ребенок уже в три года, так сказать, объявляет родителям часто «я сам» или «я сама». Он отталкивает руки родителей и хочет все попробовать самостоятельно. Он, так сказать, в этот момент уже способен говорить, он уже требует общения со стороны родителей и, соответственно, проявляет огромную познавательную активность. Он все хочет потрогать. То есть мама преподобного Феодосия была права, а не пускай его в монастырь, вот маленького своего сына, забегающего? Ну, права в том смысле, что есть определенный возраст, да, когда формируется человеческое сознание и самосознание. Вот, собственно, начатки этому – это подростковый возраст, а как бы чаще всего это уже юношеский возраст, там где-то к 18-20 годам человек определяет свой жизненный путь. Он выбирает себе профессию, место в жизни, он влюбляется, он как бы делает уже заявку на создание своей семьи. А вот как тут не ошибиться? То есть если ребенок определяется в своем пути, в своих талантах раньше, да, чем положено, и родитель его уберет и в этом ограничит, говорит, нет, тут вот сейчас мы установим разумный ограничитель, это не для тебя. И ребенок, он же доверяет родителям, вне критики доверяет. Он соглашается с этим, и он этот талант у тебя блокирует, и этот блок остается на всю жизнь дальше. А потом в 70 лет он может понять, что, господи, это же мое было. Бывает и так, но вот именно сочетание этих двух требований, то есть безусловная любовь к ребенку и одновременно возможность ограничений, так сказать, свободы ребенка так, чтобы она развивалась, реализовывалась в каких-то разумных, правильных руслах, в правильном направлении. Вот я всегда с большим уважением смотрел на тех родителей, которые создают своему ребенку иллюзию самостоятельности. То есть, конечно, у них все под контролем, они всегда знают, что ребенок, ну, может быть, не в данный момент, но в целом делает. Но они ему оставляют вот такую грандиозную поляну для собственной деятельности, где он может под контролем, может быть, очень незаметным их контролем, натыкаться на какие-то препятствия, наступать на грабли, или, наоборот, обходить их какой-то стороной, и самому вот учиться делать выбор в жизни. А мы сейчас, извините, да, просто буквально недавно обедали с коллегами с разными, и оказалось, что у нас за столом сидело пять человек, и пятеро из нас жалеют о том вузе, в котором... То есть выбрали вуз по желанию родителей, и об этом жалеют. Пять из пяти. То есть я так понимаю, что статистика там в целом, да, там по Москве и по стране примерно такая же. Ну и как вот? Как вы это прокомментируете? Вот я хочу адресовать этот вопрос отцу Александру, потому что у вас очень много детей. А сколько, кстати, напомните? Двенадцать. Двенадцать детей. А все ли они делали сами этот выбор, например, с поступлением в вуз? Вот, который, Елизавета, хороший пример привела. Ну, где-то мы проявляли свое желание или нежелание, но преимущественно они находили свой путь сами. Я считаю, что, конечно, вот эти два-три, о которых сказала Ирина Николаевна, вот, это как бы базовые моменты. Ну, вот мне недавно вспомнился, и как-то я его очень оценил, анекдот. Звучит он так. Скажите, пожалуйста, грибы есть можно? Можно. Любые грибы есть можно? Да, любые грибы есть можно. Правда? Да, но надо иметь в виду, что некоторые грибы едят один раз в жизни. Ну да. Если ты не задумываешься о последствиях, тебе можно все. Вот молодой человек там или ребенок, он в последствии не задумывается, поэтому он и хочет все. А я же недаром упомянул вот эту иллюзионную свободу, такую свободу иллюзии, когда родители на самом деле все контролируют, но у ребенка остается полное впечатление, что он не стоит. Нет, это не должна быть иллюзия. Это неправильное слово. Да? Ну, поправься. Нужно поощрять, чтобы ребенок проявлял здравую инициативу. И я поощрял, и никогда за проявленную инициативу не наказывал. Я говорю, знаешь, вот ты поступил так или так, вот пошел в магазин, ты купил там тот и тот, молодец. Ты молодец, но знаешь, я бы на том месте купил бы вот что-то другое. Молоко вместо конфет. Да, например. Ну, даже не про конфеты речи не шло, ну вот чего-то. Это не так уж часто бывало. Но, повторяю, нельзя ребенка наказывать за проявление инициативы. Иначе тогда вы вырастите непонятно кого. А если он понимает, что ограничения есть, и вот слово «нельзя», оно должно быть активным участником общения с детьми с самого младенчества. Ну, вот, например, я хожу в очках. Ребеночку маленькому, когда он на руках, конечно, интересно потрогать очки. Я ему говорил, вот брал его ручку, целовал эту ручку, говорил, нет, нельзя, мой хороший, очки трогать нельзя. Он опять тянется, и опять точно так же. Ласково и нежно отвожу его ручку, целую, говорю, нет, мой хороший, очки нельзя. Он опять тянется, ну, пожалуйста, я сниму очки. Он несколько троих сеансов, он понимает, что очки трогать не надо. Вот и все. И не надо совершенно не сердиться. У нас совершенно неправильный подход. Ах, он не понимает. А когда он поймет? А потом, когда нервы не выдерживают, и на него, значит, срываются, это можно. А вот так вот мягко, с самого начала. Ну, чтобы так мягко воспитывать, как вы говорите, в несколько сеансов, нужно, ну, взрослому тоже нужно очень сильно быть в ладах с собой, и уметь не раздражаться, иметь терпение. Тоже не у каждого есть. А иначе вообще нельзя воспитывать. А иначе какой же ты воспитатель? Да. Если ты не умеешь... Учитесь властвовать собой, учитесь. То есть для начала надо воспитать себя, да. Нет, это неправильно. Это не так. Нужно себя воспитывать. И еще неизвестно, кто лучше кого воспитывает, дети нас или мы детей. Так вот нужно, это должен быть такой постоянный взаимный процесс, конечно, который взрослый, как человек взрослый, способный анализировать, должен вести активно. И он должен, конечно, быть впереди своего младенца, там, своих детишек. Чуть-чуть, хоть на полшага. Он должен представлять, как ситуация может развиваться и быть способным на нее реагировать. Светлый вечер. На радио Вера. Протерей Александр Лишенко, настоятель храма Всемилостивого Спаса в бывшем Скорбящинском московском монастыре и председатель правления портала «Православие и мир». Сегодня у нас в гостях. А также Ирина Машкова, доцент факультета психологии Российского православного университета, кандидат наук. Также здесь. Ирина, что ты хотела добавить, когда мы говорили о воспитании, о том, кто кого должен в первую очередь воспитывать? Я хотела как раз поддержать мнение отца Александра о том, что вот это удивительное сочетание безусловной любви и одновременно строгости и запрета родительского. В таком сочетании как бы ребёнок воспринимает эти ограничения как ограничения разумные, против которых он, как бы сказать, не протестует, не бунтует. Если эти ограничения накладывать окриком, шлепком, ремнём, если, как бы сказать, на ребёнка, если родители привыкли повышать голос, безусловно, это часто сопряжено с истериками, с какими-то воплями протестного характера. И, конечно, на этом фоне привить что-то доброе уже чрезвычайно трудно. И поэтому вот вы затронули очень важную тему, чтобы действительно, чтобы так родители могли действовать, они действительно должны, так сказать, быть способны справляться со своими эмоциями, со своими чувствами. И в конечном счёте они должны понимать, собственно говоря, какого человека они хотят вырастить. Вот эта цель воспитания, она, как бы сказать, для многих наших современников, она вообще не существует. Многие люди, которые обзаводятся детьми, они даже, ну, как бы не утруждают себя размышлениями на эту тему, считают, что раз ребёнок родился, ну, вот надо его поить, кормить, там, в детский сад водить, уроки проверять. Но это всё, как бы, заботы, которые касаются вот этой повседневной жизни. Это всё какая-то суета, связанная, ну, с бытовой такой стороной жизни, да, с какими-то поведенческими реакциями, вот, которые родители пытаются как-то ограничить, обуздать, там, да, налагая запреты или создавая какие-то стимулы для того, чтобы ребёнок действовал. Но ведь задача-то не в этом. Всё-таки ребёнок должен вырасти, сформироваться, он должен стать какой-то полноценной личностью, он должен стать, действительно, человеком, который предстанет пред Богом. Так сказать, он носитель образа Божьего. И поэтому забота об этом, да, так сказать, о том, чтобы выросло не просто существо, которое способно самостоятельно двигаться, говорить, там, поступать в институт, а это должен быть, прежде всего, человек с большой буквы, который, так сказать, будет себя достойно вести в обществе, который обзаведётся своей семьёй, который будет уважать своих родителей в старости, который, действительно, если нужно, пойдёт, там, на войну, встанет под ружьё, будет защищать страну, если это, действительно, человек, который способен принимать какие-то серьёзные, ответственные решения, которые, так сказать, будут, ну, соответствовать его образу жизни. Ирина Николаевна, ну, мы говорим о каких-то высоких примерах, очень такими красивыми, высокими словами, а реальность, она, ну, реальность. Вот у нас в стране огромное количество, там, детей, которые выросли не в полных семьях. Или в неблагополучных семьях. Неблагополучных. Ну, у нас практически вся страна, вот, какой-то негатив, который потом выплёскивается в течение жизни, вынесла из детства. Именно так и происходит. Вот именно потому, что родители этих людей тоже воспитывали их, не отдавая себе отчёта в том, какого человека они хотят взрастить, воспитать, да, и выпустить в самостоятельную жизнь. Именно по этой причине чаще всего бывает, что родители своим неумелым, неумным обращением с ребёнком, они ранят его детскую душу. И, действительно, опыт психологического консультирования показывает, что все проблемы наши родятся в далёком детстве, в раннем детстве. И чаще всего они связаны с обидами детей на родителей. То есть в тот момент, когда родители, может быть, преследовали некие благие цели, но реализовали их грубо, да, так сказать, несвоевременно, или там слишком сильно наказали, или оскорбили ребёнка, или... Или отбили инициативу. Отбили инициативу, так сказать, когда они вот сказали там, только через мой труп ты будешь... Или это у тебя никогда не получится. Или, да, или сказали, что, так сказать, выброси с головы, забудь, и из тебя никогда не выйдет там нормальный человек, так сказать, и сядешь в тюрьму. Или там врач, допустим. Да всё, что угодно. Вот эти родительские как бы, по сути, заклятия, да, вот эта попытка определить будущее ребёнка в негативном смысле, конечно, ранят душу. В итоге выходят в жизнь люди, которые не готовы к созданию семьи, не готовы к браку, и не готовы также к рождению и воспитанию своих детей, и они просто создают такой повтор, кальку. Этот негативный опыт воспитания они переносят как бы в следующее поколение. Ну и как из этого порочного круга вырваться? А вот именно так, что, как я сказала, что рано или поздно, когда этот снежный ком проблем, поведенческих проблем, которые ребёнок приносит в семью, это часто бывает именно в подростковом или юношеском возрасте, вдруг выясняется, что ребёнок курит, пьёт, употребляет наркотики, дерётся, попал в дурную компанию. Ворует, ворует. Ворует, так сказать, в том числе и у родителей у самих. Он хамит, хлопает дверью, уходит из дома. Или там приводит в дом человека, говорит, я буду с ним жить. Сейчас ещё и гомосексуальные связи появляются. Всё что угодно. И в этот момент родители хватаются за голову и ищут ответ. А почему же такое произошло? Был хороший мальчик или хорошая девочка, и вдруг вот на тебе. И вот выясняется, что без этих высоких целей, без определения подходов к воспитанию, без понимания принципов воспитания никак нельзя обойтись. Вот эта непросвещённость, она и духовная, и психологическая непросвещённость людей, которые не готовы быть отцами, матерями. У нас сейчас вот такая проблема, понимаете? У нас появились термины, которых раньше не было. Суррогатная мать или там девиантная мать, которая родила ребёнка и отказалась. Давайте пока про обычных матерей поговорим. И очень много отцов, которые не хотят даже алименты платить. Мы же знаем об этом. Это ещё одна другая проблема. Мы скрываем проблематику. Но мы, понимаете, мы сидим в Москве, в центре довольно успешного города, где огромное количество семейных центров, православных, государственных, ещё каких-то. В больших городах нечто подобное тоже присутствует. А вот у нас Россия состоит из маленьких посёлочков городского типа, городских поселений, деревень, где всего этого нет. Но проблемы идут в основном там. Ты хочешь сказать, что в мегаполисах не меньше? Ну, в мегаполисах их не меньше. Их не меньше. Хорошо, может быть, я не совсем правильно выразился. Но вот взять целиком вот Россию, эту маленькую Россию, составляющую из таких лоскутных кусочков. Составляющую из 50 миллионов людей. Это маленькую Россию. Из маленьких лоскутных кусочков, этих посёлочков, деревень, где вот эти проблемы, они наиболее ярко видны. Вот как быть там? Ну, мне кажется, что эта проблема, так сказать, масштабная, всенародная. Проблема очень острая. И, конечно, её нужно решать общими усилиями. Но вот я хочу обратить внимание на ряд таких интересных моментов, характерных для нашей сравнительно недавней истории. Ну, вот великий Александр Васильевич Суворов. У нас от него осталось только имя. Вряд ли кто-нибудь... И памятник. И памятник. А ещё несколько сел знаю, связанных с его именем. Вот вряд ли кто-нибудь скажет больше того, что он там умел кукарекать с солдатами из общей миски. Мы даже не знаем, где он родился. А вот я для начала скажу, что в солдатский рацион входило ежедневно 400 грамм мяса. Я бы тоже хотел бы хлебать такую похлёбку. Ну... Значит, солдат кормили как следует. Что касается его наследия, то вот, ну, может, слышали там, каждый солдат должен понимать свой манёвр. Ну, и всё на этом замолкается. Ну, должен понимать, как это должен. Так вот, он учил своих солдат, чтобы они действительно понимали, что задумал главнокомандующий. Он учил солдат, чтобы они чувствовали себя личностями, драгоценными в очах Божиих. И он подчёркивал это. У него солдат, каждый солдат, и каждая солдатская жизнь была драгоценна. Но более того, вот его науке побеждать, есть парадоксальные слова. Вот он был последовательный человек. Раз должен понимать, значит, должен понимать. Раз исполнителю виднее, он всё время говорил, исполнителю виднее, не лейте ко мне с советами. Я сам знаю, что делать. Так вот, раз исполнителю виднее, он был последовательный до конца. Он говорил, если я кричу направо, а надо налево, меня не слушать. Это разговор с солдатами, солдатским языком. Он перед строем это читал. Его офицеры читали. Значит, он в каждом солдате действительно воспитывал инициативу. И речь шла о том, что у нас общая цель, наша цель – достичь победы. И если ты видишь, что этой цели можно достичь эффективнее вот так, действуй. Вот в германской армии, не зря Фридриха Великого зовут Великим, высшая награда давалась тому, кто вопреки приказу проявил инициативу и спас положение. Или это воспитывает ответственность человеку за неправильно принятые. Конечно. Так вот, давайте подумаем, что из прошлого наследия мы можем взять. Я сделал, что всё мы взять не можем. В одну воду невозможно войти дважды. Но то лучшее, что может прижиться и принести благие плоды вот в нашей современной жизни, вот давайте подумаем, оглянёмся назад. Ну, например, если вы предлагаете подумать, наверняка вы на эту тему уже задумывались. Вот к чему вы пришли? Ну, например, мы должны задуматься над содержанием нашего образования, над воспитанием наших солдат, над воспитанием наших офицеров, мы должны вот постараться те принципы и те цели, которые ставили такие великие люди, как Суворов, он был не один, он, может, самый выдающийся, но вот вспомнить о том драгоценном опыте, который накоплен на протяжении всей истории человечества, всего. Потому что, например, в Древнем Риме, историю которого Александр Васильевич знал гораздо лучше, я думаю, подавляющего большинства наших современников, был такой, например, принцип верность заветам предков. Это культивировалось. Вот я повторяю, мы о Суворове знаем только имя, а они знали, кто такие их великие предки, и что они сделали, каким образом они вложили свой вклад в создание великой истории, великой Римской империи. Дальше доблесть, не только военная, но и гражданская. Вот не боялись в глаза говорить правду, но только они искали конструктиву. Вот не тот, как бы, негатив, не то критиканство, которое сейчас у нас общепринято. Вот все мы такие ругатели, потрясающие. А вот ты подумай, что бы ты сделал, если бы ты был первым лицом. Не советы давать, а вот действительно, вот твое решение, оно будет воплощаться в жизнь. Что бы ты предложил? Нет, хотя бы советы давать, а то ведь сейчас... Советы давать легко, ну или давать ответственный совет, если твой совет будет воплощаться в жизнь. Вот я поставил перед собой такую проблему прямо вот несколько лет назад. Я понял, что ничего предложить не могу. Вот мне пришлось много потрудиться и напрячься, чтобы я хоть что-то похожее на дело смог сформулировать. А можно я нас верну в какое-то современное практическое русло, в том смысле, что, мне кажется, у нас остался абсолютно подвешенным вопрос. Мы говорили о том нашем гипотетическом ребёнке, который хороший и благополучный. Вдруг однажды мы понимаем, что он неблагополучный на самом деле, что он врёт, да, как вы говорили, что он пьёт, что у него там непонятно какая компания, и что это вообще вроде... Это же был Васенька. Всё нормально вроде делали, всё же нормально было. А ребёнок другой. Вот как быть? Мы говорили о том, что привело к этому, а как это исправить, мы не сказали. Мы не говорили о том, как это привело. А привело то, что... А вот прошу прощения, к сожалению, я вас должен прервать. К чему это привело и как это к этому привело? Мы поговорим буквально через несколько мгновений. Нам сейчас нужно прерваться на одну минуту. Я только напомню нашим слушателям, что в гостях сегодня у нас протеерей Александр Ильишенко, настоятель Московского храма Всемилостивого Спаса в бывшем Скорбященском монастыре, председатель правления портала «Православие и мир», а также Ирина Николаевна Машкова, доцент факультета психологии Российского православного университета, руководитель психологической службы «Семейное благо». Здесь Лизгорская и Алексей Пичугин. Скоро вернёмся. Светлый вечер. На Радио Вера. И снова здравствуйте в эфире программа «Светлый вечер». С вами в студии я, Лиза Горская, Алексей Пичугин тут же. И у нас в гостях протеерей Александр Ильишенко, настоятель храма Всемилостивого Спаса, бывшего Скорбященского монастыря, и психолог Ирина Машкова. И мы говорим о воспитании детей, о воспитании родителей, и о том, что нам делать, если вдруг внезапно родитель понял, что его представление о ребёнке уже давно не соответствует реальности, и что какой-то другой совсем мальчик или девочка у него в семье, с чего начать? Если позволите, я хочу тоже оттолкнуться от мысли, которую высказал отец Александр, о том, что действительно в армии, в момент, когда жил и служил Александр Васильевич Суворов, было именно отеческое отношение к каждому солдату, к каждому воину. И поэтому он не гнушался тем, чтобы из одного котелка с ними хлебать, и вместе с ними тяготы переносил и так далее. Это очень важный принцип воспитания. Александр Суворов вообще говорил, что Бог вообще-то ваш генерал, а не я. Ну, это сейчас-то мы, к сожалению, в другом мире живём. Есть ещё... Нет, мир, как говорится, на самом деле... Я имела в виду, что система ценностей, которая была у Суворова, сейчас присуща далеко не всем, к сожалению. Но я думаю, что вы не совсем правы, что, так сказать, что мы настолько далеко ушли. Конечно, многие вещи искажены, и мы о них забыли совершенно несправедливо. Так называемые христианские семейные ценности, задачи которых, задачи возрождения которых поставлены Святейшим Патриархом Кириллом многократно уже везде, где он выступал. Он всё время об этом говорит, что чем дальше мы уходим от этих истоков исконных своей семейной жизни, тем больше мы пожинаем социального зла. И вот утрата чувства любви и отеческой заботы о тех, кто Богом поручен, так сказать, родителям, отцу, матери, или начальникам, или наставникам, или священникам, или вот в том числе, как бы я психолог, который занимаюсь практической работой. Я тоже прекрасно всегда помню о том, что вот раз человек пришёл за помощью, значит, моя задача, как бы сказать, искать все возможные пути поддержания, так сказать, человека в эту трудную минуту и раскрытия этой ситуации, да, таким образом, чтобы он нашёл ключ к тому, как действовать, как её исправить. Поэтому вот это ощущение ответственности, осмысленности, деятельности, которую люди совершают, это очень важный принцип. Это касается в том числе и задачи воспитания, задачи вот родительского поведения. Потому что если родители, так сказать, выводят ребёнка на детскую площадку, рядом пьют пиво, там, грызут семечки, ругаются матом, понятно, что их ждёт впереди. Обязательно, рано или поздно, так сказать, ребёнок подрастёт, он принесёт в дом всё то, чем живут его родители сегодня. Он скопирует, он сделает кальку вот с этого образа жизни. И чтобы так не случилось, родители должны действительно понимать, что им, как говорится, Господь даёт в руки, на самом деле, душу ребёнка, за которую они будут отвечать. И вот чем более ответственны и сознательны люди подходят к реализации своих отцовских, материнских функций, чем больше они помнят о том, что я должен показать личный пример ребёнку, как себя вести, как разговаривать с людьми, как уважать старших, как соблюдать порядок, чистоту, как соблюдать дисциплину, как держать своё слово, как работать своими руками. Так сказать, если этого личного примера родители не готовы показать, так же, как вот Александр Васильевич Суворов, он лично сам, так сказать, вот был всегда во главе всех военных действий. Он лично сам... Он один такой? Нет, он не один такой. Нет, не один. Он первый, наверное, самый великий, но не один. Это норма. Это норма, на самом деле, ответственной христианской формы бытия. То есть тот, кто поставлен во главе, в начале, вообще само слово начальник происходит от слова начало, да, так сказать, тот, кто полагает начало всему, какое-то творческое, созидательное усилие совершает, прежде всего, он сам. И своим личным примером он ведёт за собой других. В том числе для родителей воспитание ребёнка – это, можно сказать, дополнительный шанс на спасение их души. Вот когда у нас появляются дети, которые смотрят на нас ежедневно, да, каждую минуту, они видят нас во всех ситуациях, когда мы смотрим телевизор, когда мы едим, когда мы спать ложимся, они видят нас каждый день. И вот эта вся атмосфера дома, она на самом деле уже играет такую воспитывающую роль, да. Вот вся трагедия нашей современной жизни, вы говорите об этом, что наши современники изменились, они стали совершенно другими. В чём они изменились? Вот давайте такой вопрос обсудим. Потому что изменились настолько, что они потеряли смысл воспитания. Осталась только форма, что за ребёнком надо следить, или, как некоторые говорят, пасти. Надо ребёнка пасти. Ни разу такого не слышала. Сколько угодно. Да, я слышал неоднократно. Ребёнка надо кормить, поить, вот я повторяю, наблюдать, куда он пошёл, лишь бы под машину не попал. Они его сберегают, как некий организм, как некое физическое тело, как некого индивидуума. В то время, как, вот батюшка об этом говорил, нужно видеть в ребёнке растущую личность. Личность, которая будет гражданином, семьянином, которая будет профессионалом, которая будет христианином. Кстати, вскоре... Это всё будет в дальнейшем. Вот вы психолог, да, вот как много наших сограждан, взрослых, не детей, в себе видят личность, и вот над этими вещами задумывают сами для себя. А мы как раз над этим работаем. Вот в этом задача наших консультаций. Сколько у нас осознанных, активных граждан, которые там не пройдут мимо, а решат какую-то проблему. Уже здесь это фигурировало мнение, что на самом деле, как бы, очень важно, чтобы человек развивался, чтобы, если он сегодня чего-то не имеет, и он чего-то не достиг, или там имеет какие-то... Любой человек имеет недостатки, грехи. Важно, что он хочет, что он стремится к чему-то в будущем, что он хочет от этих грехов и недостатков избавиться, что он хочет стать другим, более цельным, более совершенным, более умелым. Вот эта, как бы, тенденция, да, так сказать, такой позыв к развитию, он тоже очень важен. Если в человеке, да, во взрослом человеке, и в ребёнке, в подростке это пробудить, вот это активное личностное начало, творческое начало, то, на самом деле, это та ниточка золотая, за которую можно повести, и действительно, ребёнок, который скатился в какую-то дурную компанию, который совершил дурные поступки, он может исправиться. И таких фактов немало, когда родители вовремя спохватываются и признаются в том, что мало было любви. Ой, это такая редкость. Я, как правило, сталкиваюсь с тем, вот даже, что родители в ситуации, когда у него что-то неблагополучное с ребёнком, он в первую очередь начинает зачем-то доказывать себе, что он в этом не виноват. Вместо того, что... Это защита такая, конечно. Да, блок. Переложить ответственность на самого ребёнка. Какая разница? Ну, ты как бы исправляешь. Это и в работе, мне кажется, так. Это не только воспитание детей. Это всегда. Это форма нашей жизни. Ну, это совершенно понятно, что если человек понимает, что вот некая ситуация греховная, неправильная, значит, её нужно исправить. Значит, нужно увидеть свои ошибки, потому что единственный человек, на которого ты можешь повлиять, это ты сам. Значит, нужно увидеть свои ошибки. Нужно каяться. А вот видеть свои ошибки и каяться очень трудно. Следовательно, если ты не осуждаешь себя, значит, ты будешь осуждать окружающих. Ведь ситуация-то неправильная. А это неконструктивно. Значит, виноваты все окружающие, кроме тебя. Это совершенно неконструктивно. Ну, вот тут прозвучало, вот ребёнок начал врать. Мне кажется, это тоже некий этап воспитания и очень важный. Вот я, например, говорил, если ты сделал что-то плохое, но признался, по винную голову меч не сечёт. И мне приходилось себя сдерживать, раз обещал, значит, обещал. Хорошо, хорошо. Ладно, раз ты признался, всё. Иди, больше так не делай. Но если ты меня обманываешь, а я об этом узнаю, тогда берегись. Тогда я был совершенно беспощаден. Такому, правда, не приходилось. Но я был совершенно здесь. Это вот совершенно чётко. Человек должен знать, что врать он не может. Можно я пример приведу и попрошу вас прокомментировать? Вот у меня есть семья моих друзей. У них два сына, ровесники, более-менее. Они абсолютно одинаково воспитаны. Одни и те же родители у них, одни и те же обстоятельства. И вот у них возраст такой интересный начался. И обнаружил, что они оба где-то там курили. Им там около десяти. Вот мальчики-пацаны. И один на коленях, в слезах, просто к папе приник, говорит, папа, прости меня. Просил прощения и каялся. А другой отрицал, упирался, не признавался. Там сосед их видел, да? Просто сосед пришел и рассказал. И абсолютно противоположная реакция у двух мальчиков из одной семьи. Это же что-то же внутри, видимо, тоже... Да, вот какой-то свой потенциал есть. Да, ну, тут много чего. Да много чего. Ну, мало ли, может быть, второй мальчик испугался. Значит, вот опять-таки я говорил, что если ты сознаешься... И говорю, если ты сознаешься, я тебя наказывать не буду. Уверяю тебя, я не буду тебя наказывать. Не важно, чтобы я мог тебе доверять. Если я тебе доверяю, значит, всё в порядке. Коня о четырёх ногах да спотыкается. Значит, ты сделаешь что-то неправильное. Ну, больше так не делай. Но если ты вот мне прямо в глаза неправду говоришь, вот тогда я с таким, ну, я жить не могу. Как я могу жить, когда я тебе не доверяю? Я этот пример свой к чему привела? Я просто тоже достаточно распространённая точка зрения среди родителей, что в ребёнке что-то заложено, что от них не зависит. И если уж в него вот это заложено, что он врёт. Конечно, конечно, заложено. Ну, как же не заложено? Когда близнецы рождаются, они совершенно разные. Конечно, заложено. Но тем не менее... Конечно, заложено. Конечно, каждый человек неповторимая личность. Единственная на белом свете, хотя у неё близнец есть. Нет, а потом, извините, вмешаясь в разговор, хочу заметить, что вы сказали, что два ребёнка, одни и те же родители, вот в одних и тех же условиях. Не факт, потому что родители тоже меняются. От рождения одного ребёнка к другому проходит известный период времени. В этот момент меняются их отношения. И бывает так, что, так сказать, один ребёнок родился в условиях благополучных супружеских отношений, а второй ребёнок рождался. Может быть, отец не хотел этого ребёнка. Были определённые распри, были конфликты. Но, тем не менее, ребёнок родился. И часто такое бывает, что супружеские нестроения, конфликт между супругами переносится на подрастающего ребёнка. И в итоге родители это делают подсознательно, невольно. Но какой-то ребёнок принимается, они говорят, вот этого люблю, а вот этого не очень. Этот меня раздражал. Да, я знаю такие примеры. И вот этот меня раздражал, говорит о том, что в отношениях между родителями и детьми есть какая-то трещинка. И это чувствуют и родители, но это чувствует и ребёнок. И в тот момент, когда два ребёнка совершают один и тот же проступок, один уверенный в том, что его любят и простят, каятся, а второй, который не доверяет. Вот батюшка хорошее слово сказала. Доверие. Там, где есть любовь, там обязательно есть доверие. Если это доверие подорвано, если родители проявляли раздражительность, грубость по отношению к нему... Или не сдерживали своё слово. Не сдерживали своё слово. Нет, своё слово не сдерживали. В этот момент ребёнок, который не верит родителям, не верит в то, что его пожалеют, пощадят или там как-то оправдают, он будет запираться до последнего. Он будет отказываться. В этот момент, когда ребёнок от чего-то отказывается и замыкается, это признак того, что родители не могут, так сказать, на самом деле добиться вот этого встречного отношения ребёнка к себе. Потому что здесь я говорю, ребёнок – это не объект воспитания, это субъект, это тоже личность. И родители формируют своё отношение к ребёнку. И ребёнок строит свои отношения с родителями. Поэтому этот процесс двусторонний. И мы изначально должны мыслить именно в такой парадигме, что это движение навстречу должно быть. Но понятно, что родители несут гораздо большую степень ответственности, потому что это их ребёнок. Они производят его на свет. От них зависит то, как они организуют семейную жизнь, супружеские отношения и прочее. А ребёнок, он в неком смысле есть как бы зеркало того, что происходит в семье. И мы это очень часто видим во время консультации. Вот если говорить об истоках, вот каких-то плохих там поступков, мы очень часто, например, видим, родители обращаются в консультацию по поводу воровства, которое ребёнок совершает. Ребёнок-подросток. И в разговоре очень часто всплывает, хотя они приводят его с негодованием. Вот посмотрите, вот это вор, это подонок, он у нас там, так сказать, они, как говорится, очень такие нелицеприятные термины используют в его адрес, что он их подвёл, он там разорил и так далее. Но в разговоре потом выясняется, что на самом-то деле как бы мотивы этого поступка у подростка, они были как раз направлены на то, чтобы вот как бы в какой-то степени проверить эту родительскую любовь, есть она или нет. Иногда дети крадут, потому что они обидживают. Как бы провоцировали. Ну так можно допроверяться. Нет, ну важно... Это женская психология. Важно, какую реакцию производят родители. Нам приходится говорить, вот когда родительский гнев такой, вроде бы есть повод, конкретный негативный повод. Если они встречаются с этой ситуацией таким образом, что они клеймят своего ребёнка, обзывают, они лишают его любви, выгоняют из дома, говорят, иди за дверь, я не хочу тебя видеть, я тебя не люблю, они не исправят этот дефект моральный. Понимаете? А какая правильная реакция? А правильная реакция, на которую батюшка вам указал. Ну, повтори. В данном случае очень важно разобраться, так сказать, что он хотел. Да, в мотивах этого поведения, потому что бывает так, что за этим прячется обида, обида детская. И если мы этого не замечаем, что родители не замечают, что причина в их отношении к ребёнку, в их несправедливости, в их какой-то непорядочности, они переваливают вину на ребёнка, и в итоге эти отношения рвутся. Неправильное наказание за проступок приводит к тому, что ребёнок может всю жизнь быть обиженным на родителей, и там иногда мы видим... Ой, этих детей по 40-50 лет, которым они до сих пор с счета родителям пытаются выставлять. Именно так. И мы таких видим каждый день, которые, так сказать, вспоминают самое плохое, что было в детстве. И плачут при этом, кстати. Это надрыв душевный. А вот что бы вы им посоветовали, таким людям с надрывом? А вот именно как раз возвращение к пониманию того смысла семейной жизни, и вообще как бы понимание заповедей. А может быть, для начала простить просто своих родителей, уже перестать им счета выставлять? Простить не так просто. Вот если мы скажем, ну, возьми и прости. Вот 45 лет прошло, он никак не может простить. Вот прощение – это некий, понимаете, акт понимания, понимания действий родителей. Он тоже должен в определённом смысле совершить определённую работу, определённый нравственный труд для того, чтобы понять ту ситуацию, в которой семья тогда жила. И кто его родители? Ирочка согласен и не совсем согласен. Потому что простить действительно очень трудно. Это гораздо труднее, чем кажется. Вот сказать прости – всё равно сказать, ну, будь хороший. Как легко сказать? Будь хороший. Скажи тогда себе сам. Будь хороший. Будь хороший. Не, ну, можно так сказать сто раз, и на сто первых всё-таки стать хорошим. Если бы давайте тогда поставим патефон, и будем каждый день себе ставить. Пускай себе говорят – будь хороший. От этого ты хорошим не станешь. Ты разобьёшь эту пластинку, в конце концов. Светлый вечер. На радио «Вера». Протеря Александр Ильишенко, настоятель храма Всемилостивого Спаса в Москве и председатель правления портала «Православие и мир» сегодня у нас в гостях. И в этой студии также вместе с нами «Светлый вечер» проводит психолог Ирина Машкова. Так вот, понимание – это одно, а покаяние, то есть преодоление того, что ты понял, это совсем другое. Понимание – только самый первый этап. А покаяние – это, во-первых, делание духовное, и вот о нём можно говорить с верующими, церковными людьми, которые в церкви. А если человек не в церкви, то вот нужно его привлечь, чтобы он пришёл в церковь, потому что в церкви это покаяние может стать творческим актом, и ты действительно можешь преодолеть то, что тебя угнетает, обидали, или там что-то какой-то твой собственный грех. Другой, вот бывает грех спровоцированный, бывает не спровоцированный, бывает невольный, а бывает вольный. Вот ты вспомнишь, и если ты осознаёшь, что ты совершил грех и молишься о прощении, вот просишь у Господа милости и прощения, и силы преодолеть этот грех, тогда ты его, конечно, преодолеешь. Это дело времени, оно не быстрое. Нельзя сказать, чтобы его только захотел, и уже сразу простил. Это нужно поставить перед собой задачу и доводить её до конца. Простил ты или не простил, ну, есть такой вот психологический приём. Вот представь себе, что вот вас кто-то обидел, пусть это обид, пусть сравнить недавнее с давними труднее, ну вот пусть недавнее. И вот ты с ним поссорился, он тебе наговорил, ты ему наговорил, вот ты хочешь попросить прощения. Вот себе представь себе, вот ты к нему подходишь и говоришь, прости меня, пожалуйста. Он тебе говорит, это ты меня прости. Какое счастье. Вот лопнились, поцеловались, всё замечательно. Но так же редко бывает. А теперь представь себе, я говорю, это мысленный эксперимент. А теперь представь себе, что ты подходишь ему и говоришь, прости меня, пожалуйста. А он говорит, пошёл ты отсюда вон, видеть я не хочу. Вот мысленно. Более распространённая ситуация. Сколыхнётся ли у тебя что-нибудь в душе, а ты подумаешь, ах ты такой хикой, вот я у тебя прошу прощения, Ты сам пошёл куда подальше Так вот, значит, ты ничего-то не простил А вот если ты действительно простил Вот провёл всю эту внутреннюю работу до конца И он тебя вот пошлёт куда подальше Ну и ладно Ты ничего не ладно Ты у него продумаешь, бедный, ты бедный Как же, значит, я тебя достал? Господи, прости меня грешного Вот тогда, значит, ты действительно простил Это значит, ты действительно в состоянии подставить вторую щёку Если ты её подставишь, сейчас секундочку То у нормального человека второй раз рука не поднимется Поэтому Господь и сказал Если тебя ударили по одной, подставь другую Это потому, что нормальный человек тебе второй раз не ударит Если ты вот к нему вот так вот с душой С таким сокрушением, с таким покаянием относишься А если ненормальный, всё равно надо прощать? Вот если совсем-совсем неправ И вот как прям вот неадекватно себя ведёт Всё равно надо прощать? Ну, конечно, надо А что ты хочешь мучиться этим грехом всё время? Вот так и переваривать Какой я беды несчастный, как бы мне негодяй обидел А если он по второй щеке, а потом по затылку ещё ударит? Ну, заметьте, это вот кто-то сказал Что там сказано только про вторую щёку А про третью, про затылку не скажет Так что можно тогда сдачи дать, пожалуйста По поводу прощения Некоторые реплика вспомнилась мне в одной из проповедей Митрополита Антония Сурожского Есть у него книжка такая «Любовь всепобеждающая» Вот там есть такая ценная мысль Что как бы нужно прощать человека Вот не ради его самого даже Вот, и не потому, что он вот как бы сильно изменился И стал после этого происшествия Совершенно там другим человеком, да А прощать нужно ради Христа И вот как бы в этом случае Потому что сам Господь, да Мы знаем, прощал своим как бы распинателем Тем, кто плевали на него Тем, кто, так сказать, издевались над ним предателем Иуда-предатель, соответственно И он был прощен, как бы сказать И вот возможность действительно действовать С позиции иной логики Что в этом как бы есть замечательный Такой духовный закон Который позволяет эти отношения исправить Сделать их более гармоничными Вот бывают в жизни такие ситуации Когда действительно, как вы говорите Подошел с прощением А человек тебе еще больше нахамил Да, так сказать, сам он по себе Он как бы, получается, ведет себя так Что он недостоин вообще Чтобы я там перед ним склонялся Нужно нам судить, кто чего достоин Вот именно Так сказать, тем не менее Соблюдение заповеди Божьей И прощения ради Христа Прости меня ради Христа Так сказать, это на самом деле Ключ тоже ко всему Потому что, когда мы хотим Этой нормальной жизни, да Которая для нас открывается по вере То в этом случае, собственно И соблюдение этой заповеди Оно в подобии самому Спасителю Христу Как говорится, делает И остави нам долги наш Якажи, и мы оставляем должником нашим Хочешь, чтобы тебе Господь прощал Тогда ты прощай А можно я воспользуюсь своим служебным положением И задам практический вопрос Который тоже я недавно обсуждала с друзьями Можно? Вот обсуждали такие ситуации Очень распространенные, к сожалению В общественных местах В крупных супермаркетах И где угодно Приходится видеть, как родители с детьми Вдруг начинают своего ребенка Как это сейчас принято говорить Какое бы слово-то литературное подобрать Воспитывать Воспитывать В резкой форме Да, воспитывать в резкой форме Унижать его личность Ты такой, ты такой, да урод, да молчи Ребенок уже красный, багровый Он плачет Ты видишь, как на твоих глазах Ему просто психологическую травму наносят И мы обсуждали подобного рода ситуации Каждый, я думаю, с такими сталкивался Как себя правильно вести И прозвучала точка зрения Что вообще нельзя влезать ни в коем случае Потому что сделаешь этому ребенку еще хуже Ему достанется потом от родителей За то, что... Отвлек дядю с тетей За то, что отвлек дядю с тетей За то, что опозорил нас Дяди с тетей, да, сделали замечание Да, да, да Либо все-таки сделать замечание И, может быть, в следующий раз Они подумают, прежде чем так Травмировать своего ребенка Либо там подмигнуть ребенку Сказать, я тебя люблю, ребенок Все будет хорошо Ну, в общем, у нас мнения разошлись И я бы хотела услышать ваше мнение Относительно таких ситуаций Заметьте, что мы уже обсуждая этот вопрос Помогаем и родителям, и ребенку Которые попадают в такую ситуацию Об этом надо говорить Существует народная мудрость Жену и детей Учи без людей Это нужно совершенно твердо понять Если ты хочешь благо своему ребенку И чувствуешь, что ты там заводишься Ну, вот возьми его за ручку Уведи куда-нибудь в укромный уголочек И там он что-нибудь тихонечко скажет А если на ваших глазах происходит А если у тебя нервы такие, что ты не выдерживаешь Вот, то, ну, посоветовать людям Которые наше радио не слушают Я не могу, потому что они не слушают Ну, передайте, пожалуйста, им, наши радиослушатели То, вот, конечно, нужно постоянно искать Способов преодоления своих собственных слабостей Я бы даже сказал Вот человек должен стремиться к тому, чтобы быть сильнее своих слабостей Он справится со своими слабостями очень непросто Но вот некие принципы должны быть совершенно твердые Вот еще раз, это очень глубокая мудрость И мамочка ребеночку, и папочка жене, и мужу, пожалуйста Только наедине Только когда никто внешне на тебя не влияет И ты спокойно, ты можешь себя контролировать Отец Александр, но вот вопрос Лизаветы заключался в другом Что должен делать, вот что вы сделаете, если увидите, что кто-то получает Вот повались и отойди в сторонку Не путайся, не путайся Ты только-только навредишь Потому что, вот я помню историю своего приятеля Который как-то раз услышал в общественном месте Как несколько молодых людей обсуждают своих жен В разных совершенно аспектах И он решил им сказать Ну что, ребята, у меня такая золотая жена, такая замечательная То он, значит, долго по кафельной стене собирал остатки зубов Ну, жена в этом случае не пострадала Ну, если только косвенно А в принципе, если сделать замечание вот при ребёнке Ему может и достаться сильнее, правильно я понимаю? Ну, и не поможешь ты этим Потому что если человек раздражён Вот родитель в этот момент раздражён С раздражённым человеком будет абсолютно бесполезно Он ничего не воспринимает, кроме того, что вот кто-то там вмешивается Если он там ещё и физически сильный, может тебе его мазать как следует Ирина, вы что скажете? Ну, я с мужчинами не связывалась в такой ситуации А с женщинами мне приходилось вот как бы вступать в какой-то диалог Вот на улице, в магазине Когда я видела, что в адрес ребёнка сыпались там и томаки И какая-то выраженная агрессия словесная Вот, как бы в этом случае наблюдатель Вот он, иногда мне это удавалось сделать Когда понятна ситуация, за которую мать ругает ребёнка Вот, можно каким-то образом помочь ребёнку, так сказать, вот Либо переключить или отвлечься вот от этого раздора, который возник между ним и мамой Каким-то образом помочь ребёнку выйти из этой трудной ситуации То есть успокоиться Может, иногда ребёнок там, ну скажем, зашёл в лужу и обрызгал свой комбинезон Иногда можно подсесть на корточке, да, так сказать, отряхнуть и сказать Там, мам, посмотри, уже всё чисто И ребёнок от этого тоже чувствует некоторую поддержку, что, так сказать, крик материнский Я знаю детишек, которые с удовольствием разбегутся и в следующую лужу плюхнутся Ну, по-разному бывает Конечно А вспомните, конечно, дети любят бегать по лужам А значит, родителям надо делать на них не выходной, не парадный комбинезончик А завести какой-нибудь, который не жалкий, пусть не гуляют Ну, это всё определяется конкретной ситуацией Иногда можно человеку, ну, как-то его остановить или, там, предупредить о том, что вы зря кричите на ребёнка, так сказать Вот, смотрите, происшествие не стоит того Вот, оно не настолько серьёзно, чтобы, там, так волноваться Вот, иногда это помогает человеку прийти в норму Но ни в коем случае нельзя его, конечно, стыдить или, там, публично позорить, как вы можете Да кто вам дал такое право, там В этом случае будет агрессия переключена на тебя Конечно Спасибо большое, наше время в эфире закончилось Я слушателям напомню, что сегодня у нас в гостях были Ирина Машкова, доцент факультета психологии Российского православного университета Кандидат психологических наук, руководитель службы «Семейное благо» Это психологическая служба И протеерей Александр Ильишенко, настоятель храма Всемилостивого Спаса в Москве Председатель правления портала «Православие и мир» Здесь также Лиза Горская Всего доброго И Алексей Пичугин, спасибо вам огромное До свидания Спасибо Будьте здоровы Спасибо Субтитры сделал DimaTorzok На Радио Вера